На индустриальной инновационной выставке в рамках Совета иностранных инвесторов продемонстрировали результаты работы более 40 совместных предприятий. Часть из них относится к отрасли железнодорожного машиностроения. На заводах под Астаной, например, уже поставлен на поток выпуск тепловозов вместе с американским гигантом General Electric. Электровозов с французской Альстом и скоростных вагонов с испанской компанией Patente Stalga. Сегодня тепловозы, собранные в Астане, обслуживают не только железные дороги Казахстана, но и идут на экспорт. Evolution T33A можно увидеть на рельсах Таджикистана, Украины, Киргизии. Есть заинтересованность со стороны стран Прибалтики. Такой результат стал возможен благодаря сотрудничеству Казахстан-Темиржулы и компании General Electric, которая пришла в казахстанское производство с современными технологиями. В этом году завод начинает производство нового пассажирского локомотива, который будет наиболее передовым на территории СНГ. Кроме того, мы близимся к завершению проекта по двигателю и созданию дизельного производства, которое будет работать в Астане, которое будет закончено уже в 2015 году, как часть второй пятилетки индустриализации. Двигатель, о котором говорит президент GE Transportation, одна из основных частей казахстанского локомотива. И если сегодня он заводится в страну готовым, что уже со следующего года будет производиться в Казахстане. Строительство завода под Астаной стартовало в июле 2013 и сегодня успешно ведется. Другой совместный проект казахстанских и на этот раз французских железнодорожников – электровозосборочный завод. Его проектная мощность – 50 двухсекционных электровозов в год. Уже за первый год работы, 2013-й, здесь было выпущено 12 локомотивов. В этом году планируется еще около 20. И если первые машины приходили в Казахстан почти готовыми, то постепенно список местных деталей работ увеличивается. Идея такая, что сначала электровозы приходят с Франции, с заводов Бельфор, которые здесь оснабжаем некоторыми запчастями и одновременно тоже производим полностью уже казахстанские сборки. Так что идет двойное производство. Данный электровоз является одним из самых мощных электровозов в мире на сегодня. Он имеет мощность 8800 кВт, что позволяет в принципе водить грузовые поезда массой до 9000 тонн. На пологих профилях железной дороги имеются локомотивы, приближенные по своим техническим характеристикам к нашему продукту. Но именно такой он уникальный своего рода. Он был специально разработан компанией «Альстом Транспорт» под техническое задание «Казахстан-Темиржолы» для того, чтобы соответствовать суровым климатическим условиям Казахстана, для того, чтобы работать на казахстанской железной дороге, оперировать с максимально тяжелыми поездами. Строя железнодорожных гигантов на территории Казахстана, французские предприниматели уверены в надежности инвестиций и видят для своего бизнеса обширные перспективы. Это очень хорошая синергия получается, где каждый из партнеров дает эту самую свою часть, и тогда получится хороший результат. Тогда у нас же нарабатывается опыт. Это важная вещь, потому что зайти с самой компанией, наверное, тяжело. То, что сейчас поменялось, то есть возможность, в первых, безвизового режима, льгот по налогам – это очень хорошие вещи, которые реально помогут развивать инвестиционный климат в Казахстане. Казахстан – это для нас возможность производить не только для самого Казахстана, а тоже для Средней Азии, для государства Каспийского региона. В рамках реализации второй пятилетки программы индустриализации иностранные инвесторы получают дополнительные льготы при финансовых и технологических вливаниях и открытии в Казахстане совместных предприятий. Казахстан, в свою очередь, рассчитывает на каждые тенге, инвестированные государством, привлечь 3-4 тенге частных инвестиций. Виталий Поповчинги, Сулейменов, Ербол Тимирханов, СТВ. Специально для «Панорама недели». Продолжение следует...